добрый день на прошлых занятиях мы рассмотрели централизованные системы теплоснабжения как секционными отопительными приборами так и стандартными отопительными приборами давайте сегодня остановимся на местном теплоснабжении от котла что будет отличаться при расчете данных систем ну во первых ввиду того что местное теплоснабжение осуществляется от котлов то есть мы убираем зависимый узел централизованного теплоснабжения оставляем только трубы так дальше идем на закладочку котлы убираем котел в данном случае например настенный для небольших систем 15-20 кило ватт как в данном случае так ну и подсоединяем подающую подающий так ну и обратную соответственно к обратную соединяем вместе так для того чтобы нам узнать диаметр оставим соответствующую метку так и нам еще необходим насос так не обращаю внимание что он ставится в обратную сторону то есть можно изменить направление но можно и оставить так все равно программа не распознает движение если она укажет какой напор и какой расход необходим для насоса в случае когда у вас например насос встроен в котел так и еще необходимо поменять в исходных данных то есть данных общее во первых раньше мы здесь стояли температуру теплоносителя тепловой сети сейчас ставим на выходе из котла 80 градусов ну и 60 градусов это будет в обратной магистрали так объем котла зависит от типа размером и колеблется где-то от 6 до 10 давайте возьмем средняя 8 литров так ну и потери давления в нем составляет 1000 паскалей так потери давления системе поставим 15 так здесь все нажимаем ok то еще не забываем ставить длины но предположим что здесь у нас где-то полтора метра ну а когда есть проект курсовая работа то есть там эти длины выставить и те которые у вас получить по проектным решениям так ну вот и все давайте запустим проверим наличие ошибок ошибки есть хотят ну вот здесь он дефицит не хватает при 8 секциях соответственно тепло поступлений от отопительного прибора чтобы разместить теплозатраты так откроем там так настройки везде получились больше двух как и требует производитель так ну вот здесь надо изменить количество секций так мы возьмем не 8 возьмем давайте есть так и посмотрим так вот и все то есть нет никаких замечаний особых так и то есть настройка того осталось тоже ну и показала нам тот насос который необходимо будет подобрать для того чтобы вас осуществляла циркуляция теплоносителя по системе отопления либо проверить характеристики внутри котла если он установлен там то есть соответствует ли эти параметры параметрам котла которые вы типоразмер выбираете так всем спасибо до свидания и удачи